Здравствуйте! Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И сегодня мы обсудим тему, которая, в общем-то, стала привычной для нас за последнее время, но которая сохраняет свою актуальность и, более того, произошло очередное событие. Евросоюз, несмотря на разговор до, который мы сейчас вернемся, и разговор после, продлил санкции против России до середины следующего лета. Это событие казалось автоматическим еще месяц назад, потому что антироссийская риторика не меняется, враждебность к нам нагнетается, и такое ощущение, что ненависть к России, и, по крайней мере, враждебность к России, является для европейской политической тусовки практически второй религией. Первой религией является глобальное потепление, которое их сплачивает, а второй религией, политической религии, разумеется, ценностным фактором, является неприятие факта существования Российской Федерации и наличие у нас каких-то своих интересов. Поэтому очень много ажиотажа вызвало в России заявление представителей Италии, когда они не позволили Евросоюзу осуществить автоматическое пролонгирование санкций. Итальянцы сказали, что нет, давайте обсудим, давайте посмотрим, что делать с этими санкциями и с этой Россией. И у многих в нашей стране, да у меня тоже, возникло ощущение, что у итальянских политиков под броней европейского бюрократа вдруг зашевелилось что-то человеческое. Ну, если не совесть, то, по крайней мере, кошелек. Но очень быстро выяснилось, что это была ошибка. Дело в том, что европейцев всего лишь озаботила позиция Германии. Их только что лишили южного потока, их только что лишили возможности получать напрямую Россию, почти напрямую российский газ, и даже в определенной степени стать, возможно, в будущем страной, которая распределяет потоки российского газа среди соседей. И как только их этого лишили, эту позицию у них отобрала Германия. Потому что, как только европейская бюрократия заблокировала южный поток, а потом, оказав воздействие на Турцию, еще до уничтожения нашего самолета и агрессии против нашей страны со стороны властей Турции, еще до этого европейская бюрократия способствовала тому, что турецкая бюрократия отказалась всерьез рассматривать проект турецкого потока. И как только идеи направить российский газ в Южную Европу были похоронены, Германия без особого шума, без особых скандалов, без особых эмоций при проявлении интереса сказала, вы знаете, у нас тут есть Северный поток, давайте мы построим Северный поток-2. Проект возник после блокировки работ по Южному потоку и как альтернатива турецкому предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубов газа в год. Они пройдут от порта Усть-Луга на берегу Финского залива через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод собираются возвести рядом с Северным потоком-1. «Газпрома» будет принадлежать 50% проекта и по 10% двум немецким компаниям французской, австрийской и голландско-британскому холдингу. Центром распределения станет Германия. Это позволит совсем отказаться от поставок топлива через Украину, лишив ее транзитных платежей. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Давайте мы сделаем Германию монополистом, который будет распределять в рамках Европейского Союза почти весь российский газ на технологической основе. Ну, нам нужно продавать газ. И надо отдать должное, что общаться и вести переговоры с немцами значительно приятнее, чем с представителями Турции, чем с представителями Болгарии и тем более, чем с представителями Украины. Они, по крайней мере, держат свое слово. И они, по крайней мере, способны вести конструктивные содержательные переговоры. Поэтому для России, после того, как нам стало понятно, что нас выкинут с внутреннего рынка Европы, нас не пустят в распределительные сети, грубо говоря, в розничную торговлю газом, который обеспечивает дополнительные прибыли, нам после этого стало совершенно безразлично, каким путем направлять свой газ в Европу. Не безразлично. Оказалось итальянцам. Потому что если они по плану Южного потока, по плану Турецкого потока, получали наш газ напрямую, через несколько транзитных стран, но все эти страны были относительно слабыми и не имели собственных значимых геополитических интересов, кроме разве что Турции, то теперь Италия оказалась в положении просителя у Германии. Итальянским властям это не понравилось. Они решили это обсудить. Но поскольку альтернативы российскому газу для Евросоюза нет, а в политическом плане Италия на фоне Германии выглядит значительно слабее, чем Украина на фоне России, эта попытка устроить маленький скандальчик ничем и не уменьшалась. Евросоюз формально обсудил санкции и их продлил. Правда, надо отдать должное, отдельные трогательные голоса из Евросоюза все-таки прозвучали. Так, не кто-нибудь, а глава комитета по иностранным делам трогательно сказал, что, знаете, может быть, эти санкции удастся отменить еще до марта. Это, в общем-то, выглядело достаточно смешно, учитывая, что все проблемы находятся исключительно в Евросоюзе. Формальные претензии, которые предъявляются к России, они даже не смешны, они уморительны. Нас обвиняют в невыполнении Минских соглашений. Российский МИД отреагировал на продление санкций Евросоюзом. На Смоленской площади напомнили, с чем на самом деле был связан украинский кризис, который привел к введению ограничений. То, что ЕС увязывает свои санкции с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины, является искусственным и безосновательным. Этот конфликт развязала не Россия, а нынешние украинские власти, которые попытались силой подавить несогласие Донбасса с государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года. Стоит напомнить, что отправной точкой кризисных событий на Украине последних двух лет была ситуация вокруг ее ассоциации с самим Евросоюзом. Расчет на то, что Россия откажется от принципиальных подходов во внешней политике под давлением санкций, ошибочен. По мнению российских дипломатов, ситуация изменится, если ЕС будет должным образом работать с Киевом. Именно Украину нужно побуждать к выполнению минских договоренностей, и подытожили в МИДе. Российская Федерация не является стороной минских соглашений. Да, Российская Федерация является гарантом. И она может обеспечить гарантии, или может оказаться не в состоянии обеспечить гарантии. Теоретически, она может даже не захотеть обеспечивать гарантии. Как не захотели обеспечивать свои гарантии представители Евросоюза, которые дали их Януковичу накануне переворота в Киеве в феврале прошлого года. Но Российская Федерация делает все для того, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, страной, которая на ней является. И поэтому мы не можем сорвать или выполнить эти минские соглашения. Европейским юристам это прекрасно известно. И именно поэтому европейские юристы предъявляют нам претензии, которые даже сугубо теоретически невозможно выполнить. Потому что дело не в Украине, на которую упорно ссылаются европейцы. Дело в Европе и в ее отношениях с Соединенными Штатами Америки. Это становится еще более ясным, если мы вспомним, как именно принимались санкции против нас. Первый этап санкций был принят после уничтожения малайзийского Боинга. Когда стало понятно, что к этому не имеем отношения не только мы, но даже, скорее всего, скажу политкорректно, для любого человека, который наблюдал за информационными войнами конца прошлого лета, было очевидно, что если бы мы имели к этому какое-то отношение, или ополченцы, которых мы морально поддерживаем, имели бы к этому какое-то отношение, нас бы уже сейчас распяли. И раз этого не случилось, значит, это не мы, и это не ополченцы. Но, несмотря на то, что это было понятно всем, европейская бюрократия сделала вид, что ничего не происходит, и с 1 августа приняла против нас первый этап санкций. Экономические санкции ЕС против России были введены 1 августа 2014 года. Эмбарго коснулось оборонных контрактов по импорту и экспорту вооружений. Под ограничения попали российские госбанки и нефтяная отрасль. Европейским инвесторам запретили выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку – на срок более 30 дней. Кроме того, нескольким компаниям, среди которых Роснефть, Транснефть и Газпромнефть, ограничили доступ к рынкам капитала ЕС. Европейцы запретили также поставлять в Россию оборудование и оказывать услуги для глубоководной разведки и добычи нефти, проведения работ в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в нашей стране. Еще Евросоюз ввел экономические меры против Крыма и Севастополя, запрещенный импорт продукции с этих территорий, любые инвестиции со стороны европейцев. Санкции были наложены и на российских бизнесменов и официальные лица. В этом списке 149 человек. Второй этап санкций начали обсуждать накануне Минских соглашений. И на саммите глав государственного союза было принято потрясающее решение. Они испугались, они не смогли ввести санкции против России накануне Минских соглашений, и они приняли решение. Это было зафиксировано, и процедура была согласована, что если Минские соглашения будут заключены, то тогда они соберутся еще раз, чтобы обсудить санкции и чтобы подумать, принимать ли их. На следующий день после этого Минские соглашения были заключены, и на следующий день после заключения Минских соглашений против нас были введены санкции. Это беспрецедентный случай в истории европейской бюрократии, когда она прямо и открыто растоптала собственную процедуру. Одно для европейской бюрократии было и остается святыней. Это процедура. Если вам положено предоставить слово, вам дадут это слово, и даже если все затхнут уши, пока вы будете говорить, вы получите такую возможность. Если главы государств договорились встретиться еще раз, они должны встретиться еще раз, пусть даже небо упадет на землю. Но этого не случилось. Европейская бюрократия отменила, даже не отменила, а прямо нарушила собственную процедуру. Они ввели против нас санкции на основе телефонных разговоров, и некоторые лидеры государств Евросоюза, ну, далеко не самых значимых, но тем не менее, потом плакались в частном порядке, что у них даже никто ничего не спрашивал. Это очень серьезно. Санкции против нас были незаконными и остаются незаконными, даже по меркам самого Евросоюза, потому что они были приняты в нарушении процедуры, специально установленной для принятия этих санкций. Это беззаконие в чистом виде. Это квинтэссенция беззакония. И Евросоюз упорно настаивает на ней. Но помимо формальной стороны дела, есть и реальная сторона. Санкции были введены против России на другой день после заключения Минских соглашений. Мы были наказаны за то, что мы приложили руку, очень весомо приложили руку, к тому, чтобы попытаться приостановить кровопролитие. За это мы получили санкции, с которыми живем и сейчас. Вот это позиция европейской бюрократии. Она носит принципиальный, четкий и последовательный характер. И уже из этого понятно. Ведь в Европе ни маньяки, ни людоеды. Они не хотят, чтобы людей убивали просто так. Эти санкции введены против России, не из-за Украины, а не введены против нас, из-за того, что мы есть. Эффективность этих санкций нелепа. Я не могу подобрать другого слова. Есть избитая наша поговорка «Назло маме, отморожи уши». Но в данном случае она работает. Ведь что случилось сразу после применения этих санкций? Наша торговля с Евросоюзом сократилась уже в 2014 году. До введения санкций на Евросоюз приходилось порядка 400 миллиардов долларов в год или 49,5% от общего товарооборота России. По отдельным государствам отмечались рекордные показатели. Так, по итогам 2013 года выручка от сотрудничества российских и немецких компаний составила 75 миллиардов долларов. После введения ограничений в рейтинге крупнейших импортеров Евросоюза Россия отошла на пятое место после США, Швейцарии, Китая, Турции. В рейтинге экспортеров на третье место после Китая и США. По данным Евростата поставки из стран ЕС только за первые два квартала этого года сократились на 36%. Российские отправки в Европу снизились на 31%. А с инициатором введения санкций Соединенными Штатами Америки, которые тоже против нас что-то ввели и мы в ответ в них тоже что-то ввели, наша торговля выросла. Получилось, что американцы отняли у европейцев часть прибыли от торговли с нами, которая исторически была европейской. Это нонсенс, это кажется нелепостью, но это статистический экономический факт. Европейцы сами себе навредили. Да, мы, конечно, ввели контрсанкции. Если посчитать негативный эффект для Евросоюза, то прямой, прямые потери немногим превышают 8 миллиардов долларов, включая Великобританию, включая некоторые другие страны, не члены еврозоны, включая Норвегию, которая формально не является членом Евросоюза. В Евросоюзе население полмиллиарда человек. Это не слону дробины, это слону дуновения ветерка. Даже если считать косвенные потери, все равно менее 15 миллиардов долларов. В ответ на антироссийские санкции в августе прошлого года наша страна ввела запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Под запретом продукты из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. В список вошли мясо, морепродукты, молоко и молочная продукция, фрукты, овощи, орехи, колбасы, сыры. Больше всего от российских контрмер пострадала экономика Польши. Из-за продуктового эмбарго там недосчитались более 1 миллиарда долларов. Примерно от таких же убытки понесли Норвегия и Литва. Нидерланды потеряли почти 851 миллион. Испания – свыше 790. Чуть меньше – Великобритания и Германия. Дания недополучила 522 миллиона долларов. Франция – 383 миллиона. Примерно столько же потеряли экономики Канады и Финляндии. Этот удар распределен предельно деликатно. Ключевые страны, такие как Германия, Франция, так же самая Италия, Великобритания, Австрия, несут сравнительно меньшие потери, особенно если сравнивать эти потери с масштабами их экономики. Наиболее серьезный ущерб нанесен либо странам, про которых вообще мало кто в Европе вспоминает, скажем, Прибалтика, в относительном выражении, или Финляндия, или страны, которые скорее вызывают негодование, недовольство ключевых стран Евросоюза, скажем, Польша, понесла довольно существенные потери от наших контрсанкций. Но, вы знаете, мои немецкие знакомые от этого только радовались, потому что польско-германские отношения на уровне, так сказать, личных эмоций значительно хуже, чем даже польско-российские. У нас плохие отношения на межгосударственном уровне, на личном уровне у нас все в порядке. Таким образом, контрсанкции России носили, в общем-то, символический характер. Правильно это или неправильно, это другая тема, и мы ее обсудим. Но это так. Но при этом от своих собственных санкций Европейский Союз потерпел качественно большие потери, которые даже по оптимистическим оценкам самих европейцев превышают 100 миллиардов и не долларов, а евро. Европа страдает от собственных санкций. Ущерб странам ЕС подсчитал Австрийский институт экономических исследований. По этим данным, в Евросоюзе в итоге будут сокращены 2,5 миллиона рабочих мест, а экономика стран-сообщества понесет ущерб в размере более 100 миллиардов евро. Наиболее остро негативные последствия почувствует Германия. почти 30 миллиардов евро ущерба и 500 тысяч безработных. Второе и третье места в списке пострадавших разделят Польша и Италия. Также санкции сильно заденут Болгарию и Словакию. Меры против России ударили по нефтяным и газовым компаниям ЕС. Из-за различных ограничений пришлось остановить или временно отложить реализацию ряда совместных проектов. Кроме того, с российского рынка вынуждены уходить западные сервисные компании, которым будет трудно найти замену. Но и они потеряли прибыли, заказы и само перспективное направление. Это действительно накопленный кумулятивный ущерб. Он увеличивается с каждым днем. Очень сильно страдает Германия в силу своей наибольшей развитости и очень тесных связей с нами. И, в общем-то, тот ущерб, который понесла Европа от наших контрсанкций, практически не заметен на фоне того ущерба, который Европа нанесла санкциями самой себе. Ну, добро бы, если бы действительно здесь имелся элемент на злоумаме. Добро бы, если бы нам был нанесен серьезный ущерб. Но президент России Путин в свое время сказал, что наши потери от всех внешних санкций, включая американские, австралийские, новозеландские и прочее, не только от европейских, не более 20% от тех неудобств и проблем, которые мы испытываем. Потери собственно от европейских санкций незначительны и непринципиальны. А для европейцев они существенны, потому что в условиях кризиса, в условиях нехватки спроса, в условиях стагнации каждый евроцент имеет значение. И каждое рабочее место приобретает значение не просто реальное, но и символическое, и политическое тоже. Люди будут терять позиции во власти из-за этих санкций. И не только в Германии, в разных странах. Почему же европейцы пошли на эти санкции? Почему же они настаивают на этих санкциях, несмотря на отчаянную, отчаянные протесты, пусть даже и шепотом на отчаянной, и немецкого бизнеса, уже итальянского бизнеса, и представителей многих других стран? Здесь, безусловно, есть много причин. Когда обычный человек кончает жизнь самоубийством, это никогда или почти никогда не бывает вызвано одной единственной причиной. Обычно работает комплекс. Мы очень ценим жизнь, мы не хотим с ней расставаться. Точно так же, как мы ценим жизнь, европейцы ценят деньги. Они не любят с ними расставаться. Многие из них живут ради денег, особенно в бизнесе и в политике, как мы видим на примере многих коррупционных скандалов. Безусловно, срабатывают атовистические инстинкты из прошлых времен. Когда организовывали переворот на Украине, очень четко в их мотивации видна корость. Очень четко видно желание взять за бесплатно. По-прежнему огромные активы, которые сохранились на Украине, включить их в свой хозяйственный оборот и, что называется, использовать по полной программе. В отношении Украины произошел переход от логики 1989 года, когда те же самые немцы говорили нам, хватит ссориться, давайте работать, давайте работать тяжело, давайте работать хорошо, давайте работать вместе, давайте вместе заработаем 20 копеек тяжелым трудом и поделим их, если не поровну, то хотя бы по-честному. Произошел переход к логике 1941 года, мы возьмем у вас то, что у вас есть, даром, мы возьмем у вас все, что нужно нам, а если мы чего-нибудь забудем, так мы заставим вам самим рассказать нам о том, что мы забыли и что еще можем взять. Вот для захвата экономической Украины в Европе, в Германии, по крайней мере, в одной только Германии, были аккумулированы капиталы в десятки миллиардов евро. Причем не для самого захвата, там никто не собирался покупать за деньги, а для управления, для того, чтобы наладить на этой восточной территории хозяйство в интересах, ну, если не великой, то, по крайней мере, большой Германии. В отношении нас, мы видим, работает та же самая логика. Эта логика объединяет бизнесменов и Европы, и бизнесменов Америки, и политиков, которые выражают их интересы. У этой логики есть, в общем-то, определенная сермяжная правда. Дело в том, что в условиях глобального кризиса, который нарастает, и который объективен и будет нарастать дальше, все экономят на издержках. Глобальный бизнес экономит на издержках тоже. И когда глобальный бизнес покупает сейчас нефть и газ у России, или когда европейские страны покупают нефть и газ у России, они видят, что они платят практически по рыночным ценам. А если в России наступит хаос, подобный тому, какой наступил в Ливии, и подобный тому, который наступил на части территории Сирии и Ирака, тогда российскую нефть не нужно будет покупать по мировой цене, пусть даже 37 долларов за баррель. Ее можно будет покупать, как кровавую нефть ИГИЛа, за 10 долларов за баррель, максимум за 20. То же самое будет с газом и со всеми остальными природными ресурсами. И санкции это не принуждение нас каким-то действием в отношении Украины или Донецка с Луганском. Нет. Санкции вводили европейцы во многом по американской команде. Американцы много приложили усилий для того, чтобы вынудить европейцев к введению санкций. Именно поэтому они нарушили свои собственные процедуры. Это не по-европейски, но это по-американски. Это американская политическая культура. Для того, чтобы, как говорил Ленин, в результате обострения нужды и бедствий масс выше обычного довести нас до Майдана. Создать у нас новое смутное время и нас разрушить. И тогда, как в 41-м году, можно будет брать ресурсы бесплатно. И это окупится. И санкции окупятся. И 100 миллиардов евро, потерянные Евросоюзом, вернутся сторицей. Как вернулись деньги, потраченные на холодную войну, в результате массового грабежа нашей страны и других стран постсоветского пространства. Как это деликатно именуют специалисты «трансфер капитала и технологий». Грубо говоря, вывозили отсюда все деньги, которые только можно, всасывали пылесосом, включали в свою финансовую систему. И все люди, которые обладали интеллектом, ну, многие люди, навыками, умениями, специальностями, но не находили себе применения в условиях разрухи, бежали сами, принося с собой свои технологии. Технологическая революция 90-х годов, революция, в которой мы живем до сих пор, которая осуществляется Западом, осуществляется за счет трансфера технологий, интеллекта из разрушенного Советского Союза. Это эффективно. Это многим понравилось. Многие на Западе хотят это повторить. И поэтому, когда говорят, что вот, может быть, следующим летом отменят санкции, и поэтому не нужно предпринимать никаких шагов заранее, это большая ошибка. Санкции отменят только тогда, когда мы докажем делом их неэффективность, их бессмысленность, их вредность для тех, кто их против нас вводит. И это не текущие потери. Это встречный удар. Если Россия завтра скажет, господа, мы закрываем ввоз вина и всех алкогольных напитков из стран Европы и Соединенных Штатов Америки, и мы закрываем ввоз всех автомобилей, кроме спецтехники, которая нам нужна, она у нас не производится, вот если мы это сделаем, через три месяца санкции будут отменены. Потому что мы нанесем неприемлемый ущерб европейским, по крайней мере, инициаторам санкций, ключевым странам Евросоюза, Германии и Франции. Да, мы слышим в свой адрес много плохого. Да, про нас не будут говорить, что может быть в чем-то Россия, возможно, имеет право на существование. Или, по крайней мере, Россия не имеет, но ее точка зрения может быть связана с чем-то реальным, и в конце концов, может быть, мы тоже иногда бываем партнерами по борьбе с терроризмом. Про нас не будут говорить хороших слов, потому что сегодняшний Запад не понимает слов, он понимает только силу. Мы сможем отменить санкции достаточно быстро, достаточно просто, если покажем, что мы способны сопротивляться. Если мы будем выпрашивать равноправие, если мы будем выпрашивать сотрудничество, если мы будем говорить европейцам о том, что они нарушают какие-то там законы, вы знаете, они знают, что они нарушают законы, но европейская бюрократия не считает нас людьми, на которых эти законы распространяются. И для того, чтобы объяснить им, что мы люди, мы должны это доказать. К сожалению, время слов упущено, время жестких действий, действительно еще не настало. Но ответить на европейские санкции не контрсанкциями, которые больше напоминают движение кисточки гримера, а ответить реальными санкциями, которые нанесут европейцам неприемлемый для них сегодня ущерб, мы попросту обязаны. И я очень надеюсь, что даже простой и конкретный разговор в кулуарах без освещения, освещения, без скандалов в прессе. Но этот разговор состоится, и когда он состоится, мы увидим отмену санкций. Я думаю, что мы создадим то время, когда во фразе «Россия является источником европейских ценностей» и даже во фразе «Россия является единственным источником европейских ценностей», не только мы сами, но и никто в мире не увидит никакого противоречия. Но для этого для начала нужно привести Европу в чувство. На этом все. Оставайтесь в теме.